Встреча команд в спорткомплексе «Звездный» – одна из главных неожиданностей полуфинальных баталий. Астраханочка по сумме трех матчей оказалась сильнее Тольяттинской «Лады», которой пророчили победу. Для города это событие феноменальное, ведь Астраханочка впервые вышла в финал чемпионата России. Вдохновитель Астраханочек, без сомнения, числящийся здесь вторым, тренер сборной Евгений Трифилов. Его эмоции удесетеряют силы. Хозяйки во главе с трехкратной чемпионкой мира Людмилой Пасновой, как робот, забивающий издали, стартуют мощно. Наши девушки подолгу не могут забить и все больше отстают. Отрыв дорастает до шести мячей. Попытки сыграть с вратарем Гонялой портят нелепые ошибки. Дважды соперницы чудом не попадают в пустые ворота. Как для игроков, так и для болельщиков этот бой за чемпионство страны на нервах. От оглушительного свиста буквально ловаются барабанные перепонки. Ростовские болельщики, несмотря на меньшее количество, не уступают местным в мощности. Кроме кричалок и оглушительного свиста в бой идет тяжелая артиллерия. Барабанные. За первый тайм у нас всего семь голов. При том, что обычно забиваем вдвое больше. Счет 7-12. Чуть сокращаем отрыв, хозяйки снова убегают. Половина наших бросков до ворот не долетает. Блок, вратарь, потери. И борьба вплоть до побоища. В обороне вроде все нормально. Седойкина отбивает каждый второй бросок. Но в атаке без Ильиной засуха. Плохо, конечно, без разыгрывающих в таком момент. От этого пошла растерянность и неуверенность. За пять минут до конца у Астрахани плюс пять. Ростов-Дон устраивает последнюю погоню. Моногарова сокращает счет до 18-20. Соперницы занервничали. Трифилов за неподобающее поведение получил две минуты штрафа. В разгаре скандала судьи забыли остановить время после объявления таймаута. И мы потеряли несколько секунд. Вяхерева на флажке атакует с нулевого угла, прямо в Седойкину. Остается 12 секунд. Счет 20-21. Наш вратарь пасует с Левинской. Шанс еще есть, но... Судьи гол не засчитали. Мол, было касание ногой. А еще на одну атаку времени не хватило. Мы всю игру проигрывали. Мы как команда не можем сваливать все на этот последний момент правильно. Была целая игра, было 60 минут, и мы ими не воспользовались. Мы были настроены на победы. Мы очень хотели выйти в финал. И мы себя ощущали, в принципе, победителями. Не было такого, что мы как-то настраивались, думали, что противник сильнее нас. Теперь команды переезжают в Ростов. Чтобы стать чемпионом, нашей команде нужно побеждать во вторник и в среду. Права на ошибку в серии до двух побед уже нет. Ксения Николаева, Юрий Санкин. На Дону.